Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Мне 20 лет, моему парню 19. Проблема в том, что мы с молодым человеком во время учебы живем в общежитии в одной комнате. Сейчас он с туалета, сессия сдана, и его родители поставили ему ультиматум. Либо он устраивается на работу, либо чтобы жить в городе, либо же едем домой. Соответственно, первый момент. На каких правах ему родители ставят ультиматум? И как вы относитесь к тому, что ваш молодой человек не имеет финансовой независимости вообще? Понимаете ли вы, что это означает для вас, и понимаете ли вы, что это означает для молодого человека? И для вас забоев как пары. Такую диматум поставили из-за того, что ультиматум нет, чтобы давать ему на проживание в городе. Он выбрал первый вариант, но при поиске работы, но срок поиска работы была неделя. Кто установил срок поиска работы? Срок поиска работы, кто установил? Почему срок поиска была неделя? И почему, естественно, за это время ничего подходящего не нашел? Вы знаете, при желании можно работу найти за полдня. Почему, естественно, что за это время ничего подходящего не нашел? Скорее всего, не хотел искать, потому что знал, что его отец либо поможет ему, либо есть что-то еще. Его отец все переиграл, сказал, что он не будет работать, приезжая домой, успеешь, чем работать там. Он не сказал ничего прочего, взял вещи, собрал вещи и уехал домой. Но молодой человек у вас явно зависит от родителей и делает все, как они сказали. Как бы это его выбор, и молодому человеку, видимо, все нравится, все устраивает. Раз он не мог сказать, что у него девушка, и что он не хочет ее бросать, хочет без нее быть. На момент пребывания его дома мы с ним постоянно ссоримся из-за того, что каждый вечер он идет гулять с друзьями. А зачем ссориться? Если молодой человек у вас зависимый от родителей, если молодой человек у вас нуждается в родителях, если ваш молодой человек не самостоятельный, то понимаете ли вы, что своими ссорами вы просто для него еще один человек, который на него дали. При этом ему отец дает машины, чтобы он катал бензин. То есть денег на проживание нет, а на катание бензина есть. Я не очень понимаю, сразу катал бензин, но это отец и как бы это его отец и так далее. То есть, непонятно, зачем вы считаете чужие деньги здесь. При этом я осталась в городе одна. Он совсем не хочет со мной разговаривать, говорит, что я пилю его. Получается, вы не хотите быть в одиночестве в городе. не совсем понятно, почему вы, если вам так нужно было, чтобы молодой человек остался, почему вы сами не нашли себе работу и сами не оплатили проживание, если уж на то пошло. Ну, если вы принимаете, что он финансово зависимый, если вы понимаете, что он не самостоятельный, и, как говорите, что работает, естественно, он не нажег. Ну, так нашли бы сами работать. Тогда. То есть, если вы не хотите быть в городе одна, если вы боитесь. Полагаю, что то, что вы боитесь остаться в городе одна, и то, что вы ссоритесь с ним, этот навод, то он каждый вечер идет гулять с друзьями, связанными между собой. То есть, как-то вот ваш страх проектируется на то, что вы ссоритесь. И перекладываете на него ответственность. То есть, ответ вполне вероятно хочет, чтобы сын развлекался и понимает, что как бы бензин все равно, наверное, дешевле будет, чем проживание. С другой стороны, комната в общежитии стоит не так уж и дорого, если я помню, и ну, вы можете ее себе позволить. Тем более, одна комната в общежитии на двоих. То есть, ну, вы могли бы первое время эту комнату оплачивать, потом бы он начал работу, и все было бы хорошо. То есть, либо здесь есть какая-то подоплека, например, в том, что молодой человек не хочет рассказывать, что вы у него есть, либо кто-то еще. Вот. Я понимаю, что финансово он зависит от родителей, поэтому ничего не говорит против. Нет, он не поэтому ничего не говорит против, а потому что, а, либо они его подавляют, и он просто не привык что-либо говорить против, и, б, либо его все устраивает. Но ничего поделать с собой не могу, я очень скучаю по нему, и мне, даудесо, больно и неприятно, что его родители так поступили. Так, ну, вы здесь пишите, что родители знают о том, что я остался в городе, и так как работаю. Так, а если вы работаете, кто мешает вам оплатить комнату, это непонятно. Если вы знаете, что он финансово независимый, вот и финансово зависимый, тогда почему он ничего не говорит против? Вот эти два варианта, как вы думаете? Да? Подходят вам? Если вы скучаете по нему, то из-за чего скучаете? То есть, что конкретно? Понимаете, да? То есть, есть подсво речи. Почему вы, значит, негативно воспринимаете то, что остались в городе одна? Да? Почему вы вообще негативно восприняли то, что вы остались в городе? Почему вы считаете, что его родители должны как-то заострять внимание на том, что вы остались в городе? Ведь вы для них чужой человек, по сути. Вы не говорите, сколько вы вместе с ним. Ну, явно недолго. Вот. И также непонятно, значит, почему, если вы работаете, вы не могли оплачивать комнату самостоятельно. Дайте совет. Ну, если говорить о совете, то я рекомендовал бы вам вначале анализировать, что именно вам неприятно, что именно вас вдевает. вот вы говорите, что мне до ужаса больно и неприятно, что его родители так вступили. А почему вы считаете, что они должны были поступать по-другому? У меня такое ощущение, что вы ответственность за свою жизнь перекладываете на других людей. Вообще. Просто берете и перекладываете ответственность на парня, на его родителей. Ходите, чтобы он оплачивал комнату, хотя при этом сами работаете. Вот вопрос ответственности. Больше ответственности берите на себя и, исходя из того, что нужно вам, действуйте, не привлекая при этом никого к реализации ваших желаний, ваших потребностей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok